Доброе утро, дорогие друзья. Чудесный день сегодня. 120 лет Любавического Рэба. Знаете, это особый день, это праздничный день. Я в этот день много лет удавалось мне с Божьей помощью делать большую на тысячу человек бармицу у стены плача. Это было почти 12 лет. Мы вместе с Маше Асманом эту историю очень много лет проводили и с Равином Духманом. Ну ладно, переходим к уроку. И так мы входим в чудесные и потрясающие дни, уникальные возможности улучшить свою позицию в духовном мире. Что значит улучшить? Приблизиться к пониманию божественности в этом мире. И это мы можем потому, что созданы по образу и подобию. Человек состоит из видимого тела и невидимого сознания, которое управляет телом. Согласно еврейскому мировоззрению, окружающий нас видимый мир, это как тело, у которого есть невидимое управляющее сознание, которое мы называем как Богом. Но явных духовных приборов, которые могли бы определить вот-вот-вот наличие Бога как вольтметр, у нас нет, и мы как слепые. Но у нас есть несколько органов, там язык, уши, я знаю, извините, язык, которые ощущают внешний мир. И всеми этими приборами мы пытаемся обнаружить, что духовность. Это как любовь измерить килограммами. Если у вас есть прибор, обнаружение Бога замечательно, но у нас такого прибора нет, глухой будет все время кричать, что нет музыки, что все они дергаются, потому что он не слышит. Хотя она есть. Большая часть мира вне человеческих чувств вообще мы почти ничего не видим. А то, что видим, мы видим через множество наших фильтров своих качеств собственных. Воспитание, там, какие характера и так далее. И выдаем увиденное за абсолютную истину. Причем нельзя сказать, что человек не старается опознать этого. Мы стараемся это делать. Но какую? Нам известно, для чего сердце, для чего легкие, для чего там печенка. А для чего сам человек вместе с этими органами? Мы не знаем. Или знать не хотим, потому что нам это невыгодно. Потому что кому-то это помешает понимание, что у мира есть хозяин, что есть его законы, кушать какие-то привычные сомнительные продукты. Кому-то ездить в шаббат на рыбалку. Кому-то по ночам ходить, простите, по вечерам ходить в соседке. Кому-то привычно воровать. Знаете, такую короткую майсу расскажу. У одной женщины выпал кошелек. Шедший за ней человек поднял кошелек, отдал его женщине. Она так благодарила его, пошла дальше. А потом он тихонечко за ней пошел и украл тот же самый кошелек. Люди, видевши это, спрашивают. Мойша, ты что делаешь? Ты сначала вернул ей кошелек, а теперь украл. На что Мойша, который был вором, ответил следующее. Понимаете ли, возвращение потери на это митцва. Если мне надо выполнить митцву, я обязан это сделать, делаю это с радостью. Воровство это моя профессия, одно другому мешать не должно. Многие люди живут в таком вот мире, в котором одно связано с другим, но это не сочетается. Человек иногда придумывает себе мир и там, в этом придуманном мире, начинает искать Бога. Видеть дедушки, сидящего на облаке с пряником и кнутом. За хорошее дело он дает нам пирожочек, за плохое бьет дубиной по голове. Нет такого Бога. Нет его, нет его. Найти его, такого нельзя было. Наши мудрецы, наши праотцы, которые встречались с Богом, видели Бога, знали, разговаривали, передали нам, что Бог с точки зрения иудаизма, это Бог любви, который прощает несовершенных людей, даже если они не всегда все понимают на 100% правильно. Это так. В то же время Бог, это Бог закона, уверенный в способности человека набрать проходной балл в этом мире, в который он его послал. Он говорит о том, что закон с требованием, вот эти митсвы, все эти повеления Бога, даны человеку по воле Бога, чтобы продемонстрировать что? Веру Бога в способность человека сделать это все. И вот Тора, которую мы с вами учим, в большей степени показывает, ну, даже веру Бога в человека, чем человека в Бога. Да, в Торе заложена громадная вера Бога в человека. И вот перед, сейчас важнейшая встреча у нас перед Пейсом, это самая главная встреча в году. И нам поэтому, что предписана мистическая диета. Да, мы с вами сейчас вступили в период диеты, сейчас вот-вот, и нам сказано это, а почему? Праздника пресноков соблюдай семь дней, и ешь, как я тебе заповедал, сказано. Если в Пейсах едят квасное, наказание самое суровое, ибо каждый, кто ест квасное, истребится душа его, написано так. Почему? Мы не будем говорить о тайных знаниях, здесь духовная диета, очищение и уточнение. Нам говорится о важности того благотворного влияния, который знает Творец, почему именно так, почему именно вот семь дней надо кушать именно вот это. Но в книге «Заарк» есть знамек на это. Гаон, автор книги «Авней Незер», написал следующее слово из «Гмары» в трактате Йома. Он пишет, перед восхождением для получения Торы, помните, Маше ушел на гору, там, на столько-то дней, но написано, что когда он вошел в облако, он ждал шесть дней под покровом облака, чтобы очиститься от еды и питья в своем животе, которые были. Отсюда видно, что в течение шести дней еще сохраняется след от употребленной ранней пищи. И чтобы устранить его, необходимы семь дней. И в этом есть тайна Пейсаха, тайна поедания мацы в Пейсах. Это и есть семь дней Пейсаха, после которых в нас сохраняются только остатки заповеданной пищи, еды исцеления, той еды, которая нам положена, мацы, представляющая что? Тайную веру. Насколько нам нужно следить, чтобы во все дни Пейсаха мы обязательно ели только предписанную пищу? Надо следить за кашерутом, особенно эти семь дней, потому что это та диета, без которой мы эти семь дней не сможем пройти на приближение. Неужели так не померен этот приказ Владыки Мира? Конечно, возможно. Поэтому кашерного всем Пейсаха, подготовки к нему, брахава, отслаха, всего самого-самого лучшего. Продолжение следует...